Доброго дня, друзья! С вами команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Ваш Рубик Джан на связи. Сегодня мы выполняем многочисленные просьбы подписчиков показать нам жилье за 2 миллиона или до этой суммы. Выполняем вашу просьбу. Поверьте, друзья, цены скончат так сильно, что даже очень тяжело подобрать что-то более или менее даже нормально по этому ценнику. Поверьте, везде 4, 6, 7, 8 и выше. Но, к сожалению, вот такая ситуация. Наши менеджеры, как говорится, уже с ног сбили, чтобы найти вам что-то нормальное. Я не могу сказать, что, знаете, прям дом идеальный. Понятно, особенно в комментариях. Прошу вас, друзья, реагируйте адекватно. То есть, если вы покупаете, допустим, по ценнику до 2 миллионов, рассчитывайте, что это будет дом за 2 миллиона, а не за 6, не за 8 и так далее. Есть, конечно, люди, которые ставят ненормально высокую цену. Я даже сразу говорю, что по мне так цена высокая, как бы нет смысла даже связываться. Плюс станица Казанская, друзья, скажу в том, что находится она... Сейчас я эту ручку поменяю свою. Находится она недалеко от города Кропоткин, где-то с 6.30 приблизительно. До 8 часов. Последний рейс из Кропоткина выходит в 8 часов вечера. Через каждые полчаса едут автобусы. Кроме того, огромное количество водителей, как мы их называем, шабашников, которые привезут вас к Кропоткину и убьют. То есть, подбирают людей на остановках, как говорится, довозят до города, причем до того места, куда им нужно. Друзья, почему я об этом заговорил? Кропоткину около 80 тысяч населения. То есть, если у вас возникают какие-то сомнения, там, где найти работу и так далее, пожалуйста. Еще раз говорю, вот конкретно от этого места будет приблизительно 6 километров до Кропоткина. От конечной остановки автобуса 9 километров до города Кропоткина. В Кропоткине, соответственно, очень богатая инфраструктура. Но, честно, хочу сказать, что и здесь тоже немаловажно. Давайте не буду только себя показывать. Покажу окрестности, пока поболтаю с вами и расскажу, что есть в Казанке. Для начала 11 тысяч проживающих людей в станице. Есть 4 школы, есть интернат, точнее, 3 школы и интернат. Есть 5 детских садов. Кстати, туда, друзья, вот такой вот, ну, как в простонародье называют, косогор. Пойдете туда, такой спуск, холм огромный. То есть, сама станица, она на высоте расположена. Очень красивое место для отдыха. Многие местные именно идут туда и отдыхают. Там расстилают, как говорится, покрывало всевозможное. Достают всякие вкусняшки и начинают приятно проводить время. Интернет у нас присутствует, топтоволокно. Здесь у нас проходят электрические столбы. Ну и вот он, наш дом, красавчик. Я его только что показывал вам. В самом магазине, кстати, недалеко отсюда, если сейчас направляться в эту сторону и выйти на центральную улицу, то приблизительно около 300-400 метров будет магазин «Пятерочка». Там же большой, огромный магазин «Гарант». В самом поселке есть еще магазины «Магнит», «Агрокомплекс», строительные магазины, музыкальная школа, есть школа искусств, больница, кафе, салоны красоты, почта, аптеки, рынок, отделение банка, парк, парикмахерский, дом культуры. То есть на самом деле, как бы, станица такая невялотекущая, умирающая. Наоборот, население здесь растет с каждым годом. Сказывается, как говорится, близость к Кропоткину раз. И плюс еще, друзья, смотрите, через Казанскую проходит фактически дорога, дублирующая дорога, дублирующая трассе к Темрюк-Кропоткину. То есть, как говорится, отсюда вы проезжаете спокойно в Краснодар, либо можете поехать, допустим, в Ставрополь. То есть, как вы уже захотите, можно будет проехать в эти города. До Кропоткина, еще раз напомню, около 6 километров, до Краснодара 130 километров, до моря 285 километров. Вот так расположен ваш домик. Сам дом 75 квадратных метров, участок 15 соток. По границам, друзья, смотрите, вот начинается металлический забор, металлопрофиль. Здесь, кстати, у нас такой орех большой, тут у нас получается яблоня. Что у нас дальше? Ну, вот это вот ваша придворовая территория, место поставить машину есть, пожалуйста. Откатные ворота, можете заехать, тоже из металлопрофиля. И граница, на самом деле, по фасаду, я не знаю, метров, наверное, 40 есть, если не больше. Тут у нас летняя кухня, тоже кирпичная. Ну, как, саманная постройка, обложена кирпичом, и крыша шифер. Еще одни въездные ворота и калитка. И, как бы, ваш участок заканчивается вот здесь. Здесь вот забор заканчивается, это граница вашего участка. Вот. По дому самому, центральную воду, газоэлектроснабжение, да, необходим будет ремонт, сразу говорю. Это терновые, то есть вот здесь слива терновка, 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 терновка. Ну, это как маленькая слива, если кто-то не знает. По дому, да, нужно будет, как бы, навести марафет. Жили пожилые люди, вот, то есть, как бы, не сильно задумались. Даже вот сейчас с сыном разговаривал, с собственником. Он говорит, несколько раз мы им предлагали, давайте, мы там туалет вам сделаем, унитаз, там, то-то-то-то. Нет, все после нас, делайте, что хотите. То есть, на самом деле, от дома не избавляются, он лишний, его продают, чтобы вы прекрасно понимали. Перед домом у нас вот такой прекрасный полисадник. Здесь у нас находится, получается, водяной колодец и щечек. Вот так вот, то есть, как говорится, лезть сильно глубоко вам не понадобится. Кстати, друзья, я вот увидел детишек и забыл, что не сказал вам про школу. Школа приблизительно метров 800 вот в ту сторону, то есть, по центральной дороге. Она у вас буквально один квартал, вот сейчас вот туда и будет центральная трасса именно, скажите, асфальтированная. Здесь у нас дорога Гравина. Я что-то про дорогу заболтался за Краснодар и так далее. Вот, по центральной дороге как раз некоторые маршрутные, маршруты некоторых автобусов проходят именно в Краснодар. То есть, отсюда забирают людей и везут, как говорится, через Тбилиску и Слабинск везут в Краснодар. А сам дом у нас кирпичный, крыша у нас металл, вот, покрашен. А вот здесь вот из оцинковки сделан водосток. Вот, телефонный кабель у нас проходит в дом. Вот, ну, еще раз говорю, оптоволокно вот у вас прямо на столбе. Конечно, скорость будет гораздо выше. Тут территория, которая, как говорится, если, знаете, как говорится, там 2 плюс 2 равняется 4. Вот, смотрите, земельный участок плюс фантазия наших милых женщин, бабушек, мам, сестренок, просто девчонок. Если это все приплюсовать, тут будет просто красотень. И, как говорится, с улицы уже будет ваш дом виден, сиять и будет, как говорится, прославлять вас, как прекрасных-прекрасных хозяек. Ну, что, друзья, по стенам, так вот, пока я здесь скажу, что трещин, я здесь сейчас внимательно, чтобы вперед не сказать. Нет, здесь трещин, вот по этой стене я их не вижу. Вот, тут у нас соколь, получается, вот так забетонирован, то есть сделали как опалубку и залили все полностью бетоном. По самой вот этой опалубке, да, она видно, что пара трещин есть. Но вот по стенам, ну, вот здесь вот под окном, я даже не знаю, на 2 кирпича миллиметровка идет. Вот, так вот, сверху окна где-то на 4 кирпича вот такая вот трещина небольшая. А, нет, вот туда она наверх уходит. Здесь все остальное вроде целехонько, ну, там где дверь вот на 4 кирпича трещина и здесь вот на 4. Но еще раз говорю, это, видимо, когда устанавливали двери, били, ломали, как говорится, все это появилось. Навес у нас присутствует, соответственно, когда будет дождик, друзья, у вас тут металлопрофиль, ни град нам не страшен, ни что не страшно. Два входа в этот дом, здесь у нас металлическая дверь, это, получается, центральный вход. Вот он сейчас закрыт, поэтому мы пойдем с той стороны и посмотрим. А, хотя вот тут ключи уже, смотрю, собственник повесил, видимо, открыл. Ну, что, друзья, здесь у нас вот такой вот мощняцкий виноград здоровый, то есть это Молдова. Соответственно, как говорится, без вина не останетесь. Собственник, когда показывал, говорил про Молдову, он так улыбнулся, похихикал ехиденько, думаю, ну, понятное дело, что вы тут хихикаете. Конечно, с такими запасами. Откатные ворота. Ну, он как раз и говорил о том, что, как говорится, вина будет много. Ну, что, друзья, саманная постройка, обложена кирпичом. Здесь вот есть вот такие вот, раньше делали подпорки, чтобы дома не падали. Да, к сожалению, тогда было не сильно много кирпича. Обкладывать, как говорится, в два слоя, это было сильно дорого, поэтому делали вот такие вот укрепления. Ну, если понадобится вам помещение, то, пожалуйста. Если нет, друзья, можно сделать межевание. Один из двух участков, на самом деле, тут всего много. Можете продать просто и компенсировать покупку этого дома. Что у нас по двору? Смотрите, вот эта часть у нас заасфальтирована, а вот эта часть, она уложена такие, как плиты, получается, бетонные. Здесь они вот такие длинные, там они у нас квадратные и так далее. Вот он въезд на вашу территорию. По этой стене, ну, я вижу, что тут что-то вот перестраивалось, видите, либо широкое окно было, докладывали просто, докладывали кирпича и все. То есть здесь нет трещины. Ну, да, оно было сильно широкое, его сделали поуже и как бы доложили кирпичу. Ну, вот тут запеннили, было трещины. Так вроде все нормально. Ну что, друзья, давайте так по двору немножечко сориентирую вас. Здесь кирпичная постройка, в основном это сарай, есть погреб. Сейчас я попытаюсь вам его показать. Собственник говорит, не рискуй, потому что лестничка, она такая, как бы шаткая, поэтому я спускаю, показываю вам. Смотрите, у нас получается по площади около 4 квадратных метров. Никаких стеллажей нету, но, друзья, посмотрите на пол, абсолютно сухой у вас получается пол. Теперь, друзья, по высоте, сейчас скажу, дайте мне, 5 секундочек, раз, 1,86 метра. Все, смотрите, сверху у нас место, допустим, можно сделать стеллажи для пустых банок. Как говорится, вы выкладываете здесь. Вот это я вам показал погреб. Что у нас дальше? Дальше здесь, собственно, говорит, у нас тоже был второй погреб, но мы решили не использовать его. Сейчас вот тут у нас 4-звездочная гостиница для курочек. Сейчас наверняка вы зададите вопрос, почему 4-звездочная, я отвечу, на обед не подают вино. Поэтому курочки обиделись и написали жалобу в ООН. Одну звезду сняли. Так, пойдемте дальше. Смотрите, тут есть проход, вот в этом помещении. Ну, понятно, да, оно тут уже ветхое, честно говоря, да, вот эта часть прихожая. Там-то еще более или менее, как бы, но все равно, как бы, сама постройка, она у нас ветхая. Пока используется, видите, как хранилище для кормов, кукуруза и тому подобное. Сейчас пройду с той стороны, покажу. Так, вот она русская печка. Собственно, говорит, я вспоминаю, как мне тут бабушка пекла блинчики и так далее. Говорит, конечно, воспоминания очень приятные. Комната приблизительно около 10 квадратных метров. По высоте будет около 2 метров. Понятно, что нужно будет, как говорится, обновить тут и штукатурку. Поло у нас здесь деревянное, ДСП и покрашенное. Так, здесь у нас просто деревянное, видим. Вот такой небольшой закуток. Это вот как раз проход, я вам показывал, там корма хранятся. А вот здесь у нас была баня. Вот, ну, пока сейчас уже нет. Ну, видите, вот как собственник говорит, что есть такая поговорка, что стар, что млад. Уже, говорит, пожилых не уговоришь их, не объяснишь, давайте проведем там. Все, не-не-не, ничего, все, мы как привыкли, мы так и будем жить. Вот, то есть сам дом по стилю, знаете, есть такая фраза или определение кубаночка, да, когда все четыре комнаты, они проходные. То есть по кругу можно пройти, вокруг печки, как говорится, строились комнаты. Вот есть еще один вход в дом. Чуть попозже я обязательно зайду, покажу. Вот эта пристройка, кстати, смотрю, обшили металлопрофилем. Вот, по, по, по. Так, вот она у нас получается яма. Это у нас сливная яма, друзья. Я спросил у собственника, какой объем, он говорит, объем, ну, вначале говорит, объем большой, потом говорит, ты имеешь в виду там, как часто выкачивать? Говорит, не выкачаем ни разу, потому что все уходит в землю, то есть не задерживается. Так, насчет туалета, друзья, деревянная постройка, ну, достаточно хорошее состояние. Вот, видите, доски еще такие свежие. Вот тут такой целый трон. Вот так вот. Ну, небольшая, как говорится, отделка, и будет он выглядеть вообще суперски. Теперь, друзья, там я попробую, конечно, пройти, там у нас собачонок ждет, когда же я приближусь, чтобы слопать меня. Сейчас покажу именно вашу территорию. Вот это все ваша территория. Она, здесь она огорожена, вот слева сетка рабица, видите. Дальше забор соседями вот такой деревянный, тоже деревянный, вот так вот до края. Еще раз хочу напомнить, вот сейчас пройду мимо сливной ямы еще раз ее, засвечу на камеру, да, что у нас, как бы, получается участок большой, если захотите купить свою покупку, можно просто сделать межевание, разделить его и продать. Вот эта кухня, как бы, да, она ее можно спокойно снести, она уже, как бы, ветхая, и сделать межевание. Вот тут, пожалуйста, второй въезд и калитка. Соответственно, как говорится, людям уже будет удобнее. И плюс, еще раз говорю, вы можете окупить свою покупку. По деревьям, это в основном, тут есть орехи, вот он, большое ореховое дерево, есть груша, вижу, вот, что у нас еще. Так, сейчас попробую пройти, кстати, к сарачек, может, собака меня не достанет. Ты ж меня не достанешь, да, да, моя хорошая. Так, дрожжи, бедненькая. Все. Так, вот такой небольшой сарачек, ну, так, для, чисто для своих нужд, там, что-то подержать, там, вилы, лопаты, тяпки и так далее. Все. Прохожу. Это весьма о Халюсе. Все, не тронула, не сожрала, это радует. Кстати, друзья, я забыл, как пролетел, пролетел, два дерева в сирене. Тут у нас есть вывод воды. То есть, если что-то поливать, вы можете, как говорится, этим пользоваться. Ну, и последнее, вот, смотрите, вот, показываю отмостку, довольно-таки широкая. Получается, здесь, видимо, дымоход. Расстояние от стены до соседского забора приблизительно полтора метра. Давайте сейчас покажу вам эту стену. Здесь у нас шов, это не трещина. Ну, в основном, вот, по опалубке, не опалубке, по цоколю трещины. Да, заливали его, бетонировали, видимо, укрепляли, как говорится, фундамент. Так, здесь газовый счетчик. Ну, скажу так, что все в порядке. Здесь вот по стенам все в порядке, друзья. По самому дому, я спросил у собственника, говорю, стены дома какие. Он говорит, что стены кирпичные, а как привыкли раньше утеплять. Утепляли саманом. Вот, то есть, смотрите, друзья, ну, были, я помню, летом такие споры ожесточенные. Что ты, Рубик, несешь? Что ты нас кидаешь на деньги? Нету такого. Есть саманный дом обложен кирпичом. Друзья, раньше были саманные дома, их потом со временем откладывали кирпичом. Впоследствии еще, вот, знаете, как говорится, период такой, небольшой, там, эти 10-20 лет, пока наши, ну, как говорится, материалы строительные не обновлялись еще такие, там, не было газоблоков и тому подобное, вот, в продаже в такой широкой. Начали уже строить кирпичные дома. А чем утеплить? Не знали. И утепляли по-прежнему саманом. Но сам дом не саманом. То есть, основа кирпичной стены и сделана вот эта вот штукатурка глиняная, как говорится, со всеми делами, для того, чтобы дом был теплым. Вот такие поручни у нас есть. Заходим, давайте посмотрим. Он, собственно, к нам открыл. Любезно, это здорово. Заходим. Первая комната, в которую мы попадаем, это прихожая. Так, сейчас я... Давайте закрою дверку, покажу. Здесь у нас проход в ванну. Прихожая около 3,5 квадратных метров. Потолок у нас, получается, замазан, побелен. Но то же самое и со стенами. Тут у нас находится электрический счетчик. Вот у нас две свечечки. Как говорится, я шучу. Так, ну что, окно. Здесь окно на две позиции открываем. Вот, показываю, что на две позиции. Москитная сетка установлена. По откосам, друзья, покажу вам. Они пошпаклеваны, вот, и покрашены. Это у нас, наверное, быстрее всего уличное освещение. Да, а вот здесь наверняка будет вот эта лампочка. Да, да, да. Полы у нас деревянные, полы неровные. Полы надо переделать. Радиатор отопления здесь присутствует. Вот такая прихожая. Давайте вот так вот снизу вверх. И обойду, потом покажу. Здесь у нас вот окошко. Окно, окно. Тут мимо меня пролетел сейчас тухлый помидор. За окошко. Окно, друзья. Дверь металлическая. Два окна пластиковые присутствуют. Все равно и счетчиков. Это уже как бы в жилый проход, в жилые комнаты. Здесь у нас находится ванная. Смотрите, по, как говорится, по квадратуре легко, то есть по размерам легко можно ванну передвинуть, так поставить. Здесь, говорит, коммуникации были подведены к стиральной машине. Там все это переделывается, делается непроблематично. Место в любом случае у вас для унитаза есть. То есть, смотрите, здесь у нас двухстворчатые двери. То есть, если сделать дверь, которая будет открываться на себя, соответственно, здесь есть место для унитаза. Здесь место для стиральной машины. Давайте занавеску убрал, чтобы вы поняли, да, по площади. Вот тут у нас находится ванная. Окно для проветривания тоже, нам сказал, на две позиции открывания. Маскитная сетка присутствует. Стены и потолок помазаны, побеленные. Кубаночка, обыкновенная кубаночка. Кубанец, как говорят. Ну, я привык к кубаночке, мне женщина больше нравится. Так, проходим дальше. Дальше у нас гостиная. Сейчас я тут немножко повоюю. Так, сейчас, секундочку, друзья. Чуть-чуть, а то я не перекричу. Не перекручиваю. Вот так вот, все. Гостиная, друзья. Комната ориентировочная 16 квадратных метров. 4х4, ориентировочная. У нас есть два окна. Смотрите, первая у нас в прихожую, как бы вторая уже на улице. Окна металлопластиковые, оба окна глухие. Понятно, да? То есть, не открываются. Что у нас здесь есть? У нас есть место для телевизора, место для холодильника. Еще одна розетка здесь присутствует. Полы, друзья, у нас деревянные. Вот, показываю. Полы деревянные. Место есть для дивана. Посидеть, посмотреть телевизор. Даже целый гардероб, как говорится, поместился. Вас наверняка заинтересует вопрос, каково же расстояние до нашего потолка. Давайте скажу вам. Так, смотрите. 2 метра 79 сантиметров. Ну, 2,80, потому что я мог, как говорится, немножко криво направить прибор. 2,80 у вас есть. Двана, розетка, кстати, здесь присутствует. Стены в основном также у нас получаются замазаны, поштукатурены, как говорится, и пообелены. Вот такой вот элемент лепки здесь присутствует. Ориентировочно 4 на 4 квадратных метра. Ну, такая вот проходная комната, но факт, что, если что, спальное место, друзья, есть. Можно будет. Еще раз говорю, как бы сейчас, учитывая то, что есть газ, друзья, можно переделать легко. Вот так вот, просто сейчас вот так вот. Делайте стенку, и эта комната у вас будет независимая спальня. А она, как бы, по расстоянию, ну, давайте, просто ради интереса. Мне же самому, как говорится, любопытство нападает на меня. Надо же от него отбиться. 2,30. То есть, 2,30 по ширине спальни у вас может быть. Спокойно поместится спальное место для подростка. А здесь легко можно сделать, допустим, там, какой-нибудь компьютерный уголок и тому подобное. А вот это у нас будет тоже довольно-таки широкий, полтора метра коридор. Отсюда будет проход в зал. Отсюда прорубаем дверь в третью комнату. Считайте, уже три независимых, непроходных комнаты у вас будут. А уже отсюда, как говорится, дверь в посреднюю спальню. Вот и все. То есть, одна комната, зал будет проходная, а остальные все будут у вас изолированы. Раз, два, три. Три комнаты будут изолированы. Это, конечно, большой плюс. Ну что, друзья, добрались мы с вами до зала. Зал, ну, где-то будет около 18 квадратных метров, где-то 4,5 на 4,5 приблизительно. Я так, на глаз, как говорится. Будете знать, чей глаз правите, если я ошибусь. Четыре окна, друзья. Два из них выходят во двор. Одно из них, кстати, открывается. Вот, показываю. Давайте проверим, на сколько. На одну, на две позиции, на одну позицию открывания. Москитная сетка присутствует. Подоконник, друзья, деревянный. Смотрите, если оставлять деревянный подоконник, нужно будет освежить его. То есть, убрать старую краску, пошпаклевать и покрасить. Откосы то же самое. Надо будет пошпаклевать и покрасить. Здесь то же самое деревянный подоконник, но здесь все приемлемо, более-менее приемлемое состояние. Ну, когда уже это будет ваш дом, вот тогда вы развернетесь на полную катушку, сделаете все по вашим запросам. Здесь у нас находится сплит-система. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я бы ее, конечно, перенес бы куда-то... Ну, допустим, если здесь будет диван, то тогда перенести чуть-чуть в ту сторону, чтобы, как говорится, в лицо не дуло. И это единственное, как говорится. Но вы можете все по-другому сделать. Например, диван поставить здесь, а в этой части сделать какую-нибудь там мебель с телевизором и так далее. Или вот здесь, допустим, телевизором. Трубы отопления у нас идут, получается, вот по одной и второй стене. Полы деревянные, друзья. Давайте вот так вот снизу вверх покажу. Так, включу свет. О, видите? Две лампочки работящие, одна ушла в отпуск. Вот такой вот у вас потолок. Тоже с лепкой. И деревянные полы. Четыре окна металлопластиковые присутствуют, друзья. Эти два окна у нас выходят на улицу. Так, получается, они оба глухие, да. О, друзья, смотрите, телефон заходит в дом. Это плюс, то есть, если что, если, как говорится, сильно жалко на оптоволокно деньги, то по телефонному кабелю, да, более низкая скорость, но факт, у вас будет интернет. Подоконники, так же, как я вам говорил, старую краску сдираем, делаем все по-новенькому. Окно, стеклопакет надо будет заменить, конечно. Идем далее. У нас еще две комнаты, да. Я думал, это одна, нет. У нас же все четыре получаются. Вот еще вот сюда, вот так вот мы сейчас пройдем. Здесь у нас спальня, друзья. Ну, по ширине будет где-то метра два с половиной, если не больше. Сейчас я включу здесь освещение. Вот, пока она нагреется, я уже уйду из этой комнаты точно. Вот, стены и потолок так же у нас помазаны, побелены. Полы у нас деревянные. Одно окно у нас есть. Также те же самые работы предстоят, как говорится, и здесь, с подоконником. По окошку скажу, одна позиция открывания. Вот так вот. Ну, здесь по ширине, ну, давайте это быстренько, быстренько, быстренько. Сейчас я вам скажу ширину. Ширина два метра. Я что-то ошибся, наверное, с двух, я сказал, два с половиной. Четыре пятьдесят практически длина. Ну, и здесь, наверное, те же самые размеры будут. Здесь, кстати, друзья, давайте я вот так вот зайду, покажу. Здесь у нас печка. Если ее убрать, то еще вам освободится лишний квадратный метр. Можно? Можно. При желании. Но я вам говорил, что вот смотрите вот отсюда, да, с этой комнаты делаем дверь входную. Да, по-хорошему эту печку убрать, тем более, что у вас отопление уже котел. Понимаете, да? И здесь будет дверь. И у вас появится вторая такая же комната, спальня. Причем, смотрите, вот по размерам, да, тут спальное место, тут еще, как бы, ну, хватает места для мебели. Вот я показываю. Видите, да? Шкаф спокойно здесь поместился. Расширительный бачок. Тут у нас одно окно, оно глухое. Вот единственное, на мой взгляд, на мой взгляд, единственный минус, это то, что, как бы, если это будет спальная именно комната, да, вот, получается, с прихожей кухни у вас сразу вход в эту спальню. Понятно, да? Вот я сейчас показываю, я чуть попозже зайду сюда, то есть отсюда у вас будет вход. То есть, возможно, вы эту комнату приспособите как-то по-своему, там, под свои нужны. Например, можно сделать гардеробную здесь, там, рабочую комнату, там, гладить одежду, ну, и так далее, и так далее. Фантазия, друзья, у вас большая, огромная, нечета моей, вот, так что вы что-нибудь интересное придумаете. Все, друзья, вот эту комнату я вам показал, давайте еще отсюда один раз покажу, снизу вверх. Еще раз говорю, печка убирается, освобождается, как минимум, полтора квадрата. Ну, наверняка будет место. Теперь смотрите, помните, я вам говорил, второй вход у нас есть, вот сейчас я выйду, чтобы показать, вот он собачонок наш, бедняга, мерзнет, дрожит, родненький мой. что, заходим, металлическая дверь, друзья, вот она, видите, да, здесь ручка вырвалась, но два замка есть, если что, просто вот саму ручку поменять. Полы здесь забетонированы, есть вот такой вот небольшой тамбур, синий, как люди по-разному называют, да, освещение здесь присутствует, тут у нас также металлическая дверь, уже для того, чтобы войти в дом. Все. Одно окно, оно здесь открывается на одну позицию открывания. Сейчас я закрою. Все. Москитная сетка присутствует. А стены у нас обшиты пластиком. Потолок тоже самое обшит пластиком. Ну и как бы последняя комната, которую мы сейчас будем рассматривать, это у нас как бы кухня. Вот тут у нас собственник что-то колдует, вот здесь сварит, видать курочек подкармливает собачку. Ну что, друзья, здесь у нас получается котел. По котлу, по отоплению, собственник говорит, приблизительно в самое холодное время, это максимум 2000, это максимум, сейчас он говорит, работает на единичке. Вот, то есть температура, вы видите, подачка даже вот чуть-чуть выше 40 градусов. Насос находится в системе, тут у нас находится водонагревательная колонка, тут, как говорится, столик, там все необходимо, печка двухкомфорочная здесь есть, вот, ну и раковина, мойка, как вы называете. Ну, напор воды, это горячая, кстати, друзья, сейчас колонка заработала, видите, вот она, вот, а вот холодная, сейчас покажу холодная. Напор воды, ребята, очень хороший, то есть, как бы, в плане, помыть что-то легко. И два окна здесь присутствуют, для кухни, конечно, это здорово. Единственное, что, как бы, да, из кухни вы фактически выходите на улицу, как бы, это вот, ну, такие вот, минусы, как бы. Но еще раз говорю, если вы сейчас все там, послойным, перепланируете, сделаете, возможно, у вас все будет совсем по-другому, кухня будет в другом месте, это уже как вы рассчитаете. Сейчас, знаете, как люди делают? Просто пробивают стенку, допустим, да, вот из этой комнаты в другую, и там делают кухню, то есть, просто шланг раз, протянули, и все. И печка у них стоит в другой комнате, без всяких переделок глобальных, и так далее. Полы у нас также деревянные. Все, друзья, все комнаты в этом доме, я вам показал. Дорогие друзья, уважаемые подписчики, мы с вами посмотрели дом, ну, по стилю вы поняли, что это кубанец, или кубаночка, как называют, то есть, комнаты проходные, они все строятся вокруг печки, но еще раз говорю, сейчас проведено газовое отопление, то есть, соответственно, вы можете очень легко переделать планировку комнат. Четыре комнаты, две большие, как бы, две маленькие спальни, плюс есть еще, как бы, вход со второй стороны, сбоку от дома, там у нас, как бы, вход идет через, так, прихожая, и потом идет, как бы, кухня, и уже после этого вы попадаете в жилые комнаты. Также есть санузел, точнее, правильно выразится, ванная комната, там есть подвод воды для стиральной машины, вы можете ее подключить, но, но, площадь позволяет поставить унитаз. Пока туалет у нас находится на улице, туалет в хорошем состоянии, как говорится, свежие доски, вы видели, я вам все показал. Еще раз говорю, что от дома не избавляются, собственно, так и говорит, я предлагал родителям провести, сделать унитаз, но они говорят, нет, мы вот привыкли, как бы, мы старые казаки, закаленные, как говорится, все делаем на улице, поэтому только на улице. Друзья, большой земельный участок, еще раз хочу обратить внимание, что, как бы, вот здесь вот, вот где-то, сейчас, секундочку, вот где-то здесь, вот эта вот вторая постройка, эта кухня, да, она по логике 150 лет не нужна, она уже, ну, сколько ей, ну, пусть лет еще 10 она завалится. Понятно, что, вот она граница права, да, здесь можно отмежевать. По-хорошему убрать эту кухню и где-то здесь сделать межевание. Фактически у вас есть въезд отсюда, калитка отсюда, въезд отсюда, калитка там. То есть, соответственно, грубо говоря, да, продав этот один участок, вы можете компенсировать, ну, где-то около миллиона точно, вы сможете компенсировать себе именно по покупку этого дома. Дом находится, ценник дома в пределах двух миллионов, я не называю сумму, потому что, я не знаю, как собственник, знаете, мы уезжаем, потом смотрим это же само объявление, оно уже стало выше. Вот так вот, то есть люди, о, раз интересуются, ну, значит, буду подымать. Вот. По полам, понятно, полы деревянные, косметический ремонт в доме необходим, в среднем высота потолка, вот я вам показывал на видео. Крыша у нас металлическая, есть только оцинковка, вот именно водосток, вот и все. Окна металлопластика, в основном на одну позицию открывания, но, видите, мне попадалось и на две позиции открывания. Забор сделан из металлопрофиля, здесь вот он такой вот, как говорится, с промежутками в зубах, шучу, а здесь вот цельный металлопрофиль. Вот. двор у нас частично заасфальтирован там, ну, и бетонные плиты там залиты, есть подолговатые, есть квадратные. Это летняя кухня, показал все комнаты в ней, есть также погреб, вот, и там подсобные помещения, тоже соратчики присутствуют. Позади дома выведена вода, по самому дому я вам прошелся, показал в плане трещин, чтобы вы как бы немножечко видели, на самом деле их практически нету, то есть в основном дом такой крепкий, хороший. Вот еще раз говорю, да, если сделать ремонт, да, придется вложиться, может быть еще миллиончик, чтобы сделать все по вашему желанию уже. Но смотрите, газ есть, вода есть, электричество есть. По стенам, еще раз говорю, они не рушатся, не падают и тому подобное. И самое главное, друзья, расположен дом довольно-таки хорошо. Место, во всяком случае, ну вот по моим ощущениям, я сколько стоял, снимал, место тихое, то есть понятно, местные там, местные именно, да, вот проезжают, а так вот эта улица, она не проезжая, чтобы вы были в курсе. До центра меньше километра, до центра. Ближайшие магазины, вот отсюда, вот сейчас повернуть налево, вот он квартал, заканчивается зеленые ворота, поворот будет налево, там будет пятерочка, там будет огромный магазин гарант, то есть туда, ну как бы, он причем и, там и продуктовый, и вещевой, то есть все необходимое, вы можете там купить. До школы детский садик будет в районе 500 метров отсюда, там ну 600, просто дорогу перейти, вот как я вам говорил, там магазин, а вот просто вот дорогу асфальтированную, центральную переходите, чуть-чуть туда метров 100, и будет детский садик. Дальше еще один детский садик будет, вот, а до школы, ну в эту сторону приблизительно, ну меньше, еще раз говорю, метров 800, вот так вот и будет школа. Все, друзья, основную информацию я вам рассказал по дому, давайте я сейчас немножечко попрощаюсь с вами по культурному. Друзья, смотрите, я первое, еще раз хочу обратить внимание на то, что, пожалуйста, будьте справедливы в отношении своих суждений в комментариях. Мы показываем дом не за 5, не за 6 миллионов, да, мы показываем дом в ценовой категории до 2 миллионов приблизительно. вот так вот. То есть, соответственно, не ожидайте, что сейчас будет что-то сверхъестественно обалденное. Почему? Потому что, ну, любой человек, в том числе и вы, будет стремиться продать дом как можно выгоднее. Учитывая, что сейчас происходит с ценами, люди боятся ставить низкие цены, потому что думают, ну вот, как говорится, да, я сейчас продам, я больше ничего себе не куплю. Поэтому, соответственно, ценник иногда бывает завышен. Я хочу побудить тех, кто хочет продать свой дом. Друзья, наш канал, основной, это канал Николая Сомсикова, около 245 тысяч подписчиков. Хорошая реклама по сайту недвижимость в Краснодарском крае. Реклама в соцсетях, это Инстаграм, ТикТок, ВКонтакте, в Одноклассниках. Вот. Кроме того, мы еще работаем на людей, которые приезжают, допустим, с различных районов нашей необъятной родины, вот, на Кубань, хотят найти себе дома, соответственно, мы им помогаем. Это тоже плюс вам в отношении клиентов. Те, кто ищет дом, то есть, хочет купить дом по своему желанию, по своим возможностям, друзья, мы тоже предлагаем вам сотрудничество. С нами вместе вы можете, во-первых, путешествовать по всему краю, а это, поверьте, большой плюс, потому что, я говорю, недавно тоже приехал в Ставропольский край, да, вроде бы цена низкая, людей это подкупает, да, а там трещин, мама родная, то есть, не все продавцы показывают вам объективную, честную информацию. Здесь же, вот, я ходил, я вам показываю каждую трещину, я объясняю, что, как, там, какие полы, какие стены, и так далее, и так далее. То есть, все наши операторы с удовольствием расскажут вам именно о состоянии дома, ну, понятное дело, в меру своих знаний. Я, например, не профессиональный строитель, да, и даже не профессиональный блогер, но вот стараюсь для вас делать максимально информативные обзоры. Кроме того, друзья, у нас есть большая база, это закрытое хранилище или облачное хранилище, около двух тысяч домов, не только в Краснодарском, но и в Ставропольском крае. Кроме того, друзья, очень скоро мы будем делать обзоры по Крыму и Ростовской области. То есть, с нами вы путешествуете по вот этим четырем пунктам, я не говорю по России, да, но хорошая четверть, как говорится. Выбирайте объявления в тех районах, которые вам нравятся, тот дом, который вам понравится. Напишите нам в WhatsApp, позвоните, сообщите менеджерам, что хотите посмотреть этот дом. Мы с удовольствием съездим и сделаем для вас, как говорится, вашу работу, да, и вам неутомительно, и нам хорошо, возможно, прибавится новый клиент. Я на этом буду заканчивать, друзья. Хочу попросить вас, поддержите нас, пожалуйста, лайками, подписывайтесь на наш канал. Если не сложно, оставьте свое мнение об этом доме в комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok